для удовольствия и путешествия. Ох, продолжаются эксперименты с большим форматом. По спинке стула можно понять размер. Это середина процесса. И не то, что результат, а эксперименты. Пытаюсь понять, как это всё работает. На большом листе крафта и на таких всяких инструментах. Первый раз юзал это, быстро кончилось. Но, в принципе, пока ещё работает. Но, подозреваю, или покупать нужно будет скоро новым. Или заправлять как-то. Блин, нарисовать белым на крафте мне супер понравилось. Я точно в дальнейшем планирую это делать. Может быть, этой штукой. А, да, может быть, линнер. Ой, может быть, маркеры молотовские возьму. Короче, это прямо интересно. За 250 рублей лист крафта. Рудон. Думал потестировать вот эту штуку. Паска, паска, паска. И вот эти большие маркеры. Но вот эти, может быть, под заправку. Тут 15 миллиметров. Может, и идти под заправку? Если знаете, пишите в комменты. Вот в этих. Вот такой солидный пишущий стержень. И говорят, туда можно вставлять другой. Я еще не пробовал. Говорят, их можно перезаправлять. Я тоже не пробовал. Даже не знаю, где чернила брать. И еще помогал себе маркерами. Бинзор и Ньютона. Вот этот крафт, который заказывал, он, походу, еще подешевел. Хотя, блин, куда уж больше. Такие маркеры на арт-квартале. Вот нынче столько примерно. Вот такие маркеры. Большие, толстые. На Яндекс.Маркете. Вот столько нынче. Из бинзорбских. Вот у меня часто вот это в работе. Он крутой. Такой номер. Вот такой классный. А такой маркер. Белый. На Яндекс.Маркете. Вот столько. Ну что же, как это работает? Перед рисованием делаю так. Чтоб пропиталось. Тук-тук. Как корректор. Иду к моей стене, которая уже как мольбер. Не, ну а чё? Удобно. И начинаю делать детали. Вот таким образом. Когда он был нулевый, с него прям лилось. Я попробовал и обалдел. Сейчас уже определенно не льется. Я рисую и жду, когда же он закончится. Но, в принципе, сколько тут белого есть, столько он и нарисовал. Перекрывает прям неплохо. Достаточно хорошо перекрывает. Я подумаю, что, может быть, мне нужен заправляемый маркер. Пока пытаюсь понять эту тему. Может быть, это будет Молотовский. Потому что про них наслушался всяких отзывов. И насмотрелся на Ютьюбе. Просто белые ручки, как понимаете, на таком формате использовать смысла нет. Пока белые немножко леповато. Но это нормально. Потом стиль откорректируется. Ну, а пока я в режиме таких экспериментов. И с краптом, и с белым, и с огромным форматом. Волновался за стену, за краптом. Но вроде пока ничего не пробивает. От белого, понятно, ничего не случится. Вот такие вот маркеры. Акриловые. Они прям льют много. Прям очень много. Но почему-то сквозь крапт не пробивается. На стене отметок нет. Что-то в этом есть. Просто кайфовое. Такими огромными мазками фигачить. Это интересно. Но нужно приучиться адаптировать технику. Пока грубо. Но какая-то селища в этом есть. И это уже нормально значит. Идет по бумаге вкусно. И прям линию оставляет огонь. Я задача, изучая новые возможности. И смешиваю техники. Грубо. Но специально сейчас сделаю так, чтобы понять. Может быть, после высыхания что-то изменится. Как это все будет работать. Специально не боюсь забороть. Потому что иначе как научишься. То есть это мой тренировочный, экспериментальный режим. Нужно понять. Вообще ни разу не парадный. Экспериментируем. Есть некий кайф в таком грубом инструменте. Ну в общем я двигаю, нагнетаю и экспериментирую. Пока да, получается смешно. Ну в общем это и канал не для парадных показов. А вот у меня проблема. Трудности. Я думаю, что с ними делать. Ну и буду как-то выкручиваться. Переход же с моей графикой на большой формат произошел легко. Как бы ну просто. Ну у меня вопросов нет. Вот эта штука круто работает. Теперь бы разобраться, как это все работает с крафтом. С белым цветом. Который мне очень понравился. Вот с этими штуками. Которые акриловые маркеры. И они могут рисовать уже, как я понимаю, вообще на чем угодно. То есть им бумага не нужна. Им нужна любая поверхность. Я так думаю. Ого. Окей. Интересно. Куда заведет эта дорожка. Вот мой скетчбук А4. Вот моя картинка А2. Вот большая история. Надеюсь, это уже все получится по-простому. По-быстрому. Все как я люблю. О, думаю, может быть порисовать проект. Прямо вживую проект. Вот твою структуру. Из того, над чем работаю сейчас, может быть ложить на стену. И на ней уже тренироваться. Хорошая идея. Но нужно это тогда или доделать, или убрать. А если уберу, то я не доделаю. Скорее всего выкину. Нужно больше кофе. Короче, сейчас попробую. Но вот эта вот идея. То, что нужно проекты просто брать. И расчерчивать на большом формате. Мне очень нравится. Я точно буду так делать. Не знаю, на крапте или на белой бумаге. Но это очень хорошая идея. Концепт в скетчбуке. Детализация мантам. Потом 3D. Потом VR. Потом, ну, фильм. Ну, в принципе, рабочая схема. В общем, вот. Уроки по моей графике. Внизу в описании к видео. Плейлисты смотрите там. Всем больших форматов. Простой, легкой графики. И хорошего дня. Меня зовут Эдуард Кичугин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Для проектирования. И для удовольствия. И путешествия.